Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы поговорим про биткоин на кратко, среднее и долго сроке, а также обсудим то, что только что сделал этот крупнейший биткоин кит, о котором мы уже говорили несколько видео назад. Он идеально продал на пике биткоина в 64 тысячи долларов и сегодня сделал новый шаг на этом рынке. Об этом и поговорим во второй половине видео, а сейчас давай немного о биткоине. Вот эта синяя линия это 100-дневная средняя скользящая. И как мы видим уже третья свеча подряд отталкивается от нее. Лично я ожидаю сигнала в виде креста 50-дневной средней скользящей и 100-дневной средней скользящей. Именно тогда, когда 50-дневная средняя скользящая пересекает 100-дневную снизу вверх. Это и будет хорошим сигналом на то, что биткоин продолжит расти. Об этом мы уже говорили вчера. Для того, чтобы 100-дневная средняя скользящая опустилась до 50-дневной средней скользящей и пересеклась с нею, цене биткоина еще нужно провести некоторое время под этой 100-дневной средней скользящей. То есть 100-дневная средняя скользящая должна совсем недолго побыть в линии сопротивления для цены биткоина, а цена биткоина должна как минимум еще один раз от нее отскочить. Кстати говоря, именно на такой сценарий развития событий и намекают действия этого крупного биткоин-кита. Об этом немного позже. Также, ребята, сегодня долго рассматривал дневной график биткоина. А не похоже ли это на фигуру чаша с ручкой? Не замечаешь? Вот на эту фигуру. Очень похоже, что на средней сроке это действительно может быть чаша с ручкой. Ведь у нас было восходящее движение. Затем после коррекции мы перешли в фазу накопления. В теории цена обязательно должна вернуться к уровню сопротивления, оттолкнуться от него один раз и уже на второй раз пробить. Это же очень сильно похоже на чашу с ручкой, не так ли? Чаша с ручкой это модель, которая показывает продолжение бычьего тренда. Пока что это можно рассматривать только как предположение и спекуляцию, не более. Но все же нужно иметь в виду и такую модель поведения цены и при ее подтверждении действовать соответственно. Если так случится, что цена биткоина вернется к этому уровню сопротивления, один раз от него отскочит, на второй раз пробьет и уйдет дальше, то вот это пересечение будет большим сигналом на покупку. Опять же, если мы увидим пересечение 50-дневной и 100-дневной средних скользящих, это будет не только само по себе позитивным сигналом, но и сигналом на то, что чаша с ручкой действительно может сформироваться. Также я убежден, что нашим основным сопротивлением на этом пути является вот этот диапазон с верхней границей на 42 тысячах долларах. Именно преодоление этого диапазона и закрепление выше 42 тысяч долларов отменяет сценарий Эллиота, который мы рассматривали, который предполагает коррекцию биткоина до 27 тысяч долларов. Почему именно этот диапазон так важен? Потому что он тянется с самого начала накопления после этой масштабной коррекции. Он начался еще 19 мая 2021 года. Сразу же после этой массивной коррекции биткоин пытался вернуться обратно. На этот уровень ему не дал. Далее в мае еще несколько раз он пытался это сделать. Еще один раз было в июне. Теперь это происходит прямо сейчас, вот здесь. Преодоление этого диапазона, скорее всего, отменит поход до 27 тысяч долларов по волнам Эллиота. Я смотрю, многие сейчас призывают открывать лонговые позиции вот прямо здесь. Я бы не стал этого делать, пока цена биткоина не преодолеет вот этот диапазон. И мы не увидим подтверждения сигнала пересечения двух средних скользящих. Тогда вопрос, а что делаю я? Я не делаю абсолютно ничего. Я давно зафиксировал эту свою сделку. И абсолютно доволен. Я совершаю до 5-6 сделок в месяц, и это в лучшем случае. В основном я просто держу свои монеты и ничего с ними не делаю. Потому что я уверен, что на длинной дистанции биткоин покажет такие результаты, что вся эта возня не будет стоить потраченных нервов. Эта сделка с выходом из клина для меня была очевидной. Я зашел в нее тогда, когда вот эта вторая свеча подтвердила, что верхняя граница клина теперь является поддержкой, и сделал свои 22% отсюда. Да, я мог бы взять плечо 10 иксов и сделать 220%. Но я торгую только на споте, безо всяких кредитов. Я уже не раз говорил, что кредитная торговля – это зло. Не только для трейдера, но и для самого актива. Цена которого очень часто подвержена всяким сквизом, как раз таки из-за ликвидации череды кредитных трейдов. Вот здесь, когда цена биткоина падала, а уровень страха достигал максимальных значений, индекс страха и жадности достигал 9-10 пунктов, я был безумно жадным. По моей стратегии это идеальные точки входа. Об этом я рассказывал в отдельном видео о моей идеальной стратегии для биткоин-торговли и инвестирования в биткоин. Ссылка на него есть в описании под видео. Поэтому, когда все боялись вот здесь, я был максимально жадным. Вот здесь же, когда мы выросли до локальных пиков, самое время фиксировать прибыль. Если цена после этого упадет – хорошо. Если продолжит расти – ничего страшного. Я держу биткоин с 2017 года. Я в любом случае получу выгоду и в той, и в этой ситуации. Какова может быть потенциальная прибыль, если биткоин все-таки преодолеет этот диапазон и закрепится выше него? Это 4,5%. Задай себе вопрос, стоит ли эти 4,5% риска потерять всю свою прибыль вот здесь? Или все же ты хочешь зафиксировать эту прибыль? Я говорю именно про краткосрочный трейд, а не про твои холды, которые ты собираешься держать много-много лет. На краткосроке ты сделал какие-то проценты вот здесь. Стоит ли риск потерять это все ради еще 4,5%? Торговля – это ведь не только про прибыли, это еще и про риски. Бывает в погоне за не столь значительной прибылью трейдер берет на себя повышенные риски и теряет все. Всегда оценивай потенциальную прибыль и потенциальные риски и принимай решение. Всегда фиксируй прибыли, чтобы заработать, а не сделать иксы и проценты. Преодоление этого диапазона сейчас очень важно для биткоина. Однако, если мы увидим отскок от него, то мы можем продолжить движение в этом коридоре и дальше. Еще некоторое время. Итак, для продолжения роста нужно преодолеть 42 тысячи долларов и закрепиться выше. А также нужен бычий сигнал на пересечение 50-дневной и 100-дневной средних скользящих, причем снизу вверх. Чтобы 50-дневная пересекла 100-дневную снизу вверх. Это что касается средней и краткосрока. Мою долгосрочную позицию по биткоину ты знаешь. Через много-много лет все эти движения не будут иметь никакой роли. Абсолютно. Теперь вернемся к биткоин-киту, который только что сделал свой следующий шаг. На его счету 4,5 миллиарда долларов в биткоинах. Это один из самых крупных китов. И этот парень, как мы помним, продал биткоин на пике в 60-64 тысячи долларов практически перед самой коррекцией до 30 тысяч. Основные закупки он как раз таки проводил в этом диапазоне от 30 до 36 тысяч долларов. Как раз тогда, когда все боялись. Я снимал об этом видео несколько дней назад. Сейчас я хочу показать тебе вот эту цифру. Минус 1500 биткоинов, которая достаточно часто встречается в его кошельке. Что это за цифра такая? Это выводы с кошелька. Периодически этот кит выводит по 1500 биткоинов со своего кошелька. Куда же они выводятся? А выводятся они вот на этот адрес КСР. И что же это за адрес такой? Кому он принадлежит? Вот он, КСР. Принадлежит этот адрес криптовалютной бирже Coinbase. Все эти переводы по минус 1500 биткоинов отправляются с этого кошелька на криптовалютную биржу Coinbase. Причем, заметьте, это фиксированные переводы. Он всегда фиксирует только 1500 биткоинов. Очень редко он делает исключения и выводит немножко больше. Всего лишь 6000 биткоинов, подумаешь. 208 миллионов долларов. Последний такой перевод был 15 июня 2021 года. И вот где это было приблизительно на графике. А дальше после этого был большой привет. Затем еще один перевод был 4 и 6 мая. На графике это находится вот здесь. А дальше был привет. Так вот, к чему это я? 27 июля, вчера вечером, он отправил еще 1500 биткоинов куда? Все на тот же адрес. КСР, который принадлежит Coinbase. Я ни на что не намекаю и не хочу ничего утверждать. Делай выводы сам. Единственный мой публичный вывод будет только лишь о том, что когда биткоин торговался от 30 до 36 тысяч долларов вот здесь, он считал эту зону хорошей зоной для покупки. Но уже второй раз, когда цена биткоина достигает 40 тысяч долларов вот здесь и вот здесь, он считает вот этот диапазон хорошей зоной для фиксации своей прибыли. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Ставь лайк, если видео тебе было полезным или интересным. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на него в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok